всем привет пока разгорается горн постараюсь сегодня обрисовать суть сегодняшнего эксперимента так плавим алюминий в горне заливаем в эту форму форма уже надежно вставлена вот эту болванку чтоб не перевернулась и прокладка резиновая здесь вакуум то есть вначале будем подавать вакуум залили алюминий подали вакуум накрыли колпаком подали вакуум пока вакуум делает свое доброе дело полезное для меня я устанавливаю вот этого чай на колпак устанавливаю шайбу затягиваю гайками и после того как вакуум пару минут там поработает полторы ну посмотрим по времени короче сколько я провожусь затягивание колпака то есть пока я буду затягивать колпак в это время работает вакуум колпак установил затянул все вакуум убираю и подаю давление с компрессора 8 атмосфер и уже давление держим до тех пор пока не застынет не остынет не кристаллизуется алюминий потом вынимаем протачиваем и смотрим что получится я надеюсь этот эксперимент для кого-нибудь будет долгожданным потому что уже с весны предложения поступают попробовать давление а я все никак и вот сегодня решил совместить вакуум и давление начинаем вот так это выглядит все со стороны алюминий плавится вакуум качается вакуума у нас уже почти скоро будет однерка вакуум качается в газовый баллон вот он чтобы резко его подать открываю вентиль и вакуум пошел и на компрессоре сейчас почти 8 атмосфер то есть как он на автоматике отрубился так он и есть подавать я буду вот этим продувочным пистолетом то есть шланг отсоединяют баллона с вакуумом который идет на колпак на вакуум ну на вакууматор и туда подаю резко давление всего ждем когда расплавится алюминий температура алюминия уже за 700 значит будем начинать а 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Немного уходил вакуум, но ничего, сейчас поджал, все нормально, вакуум держит. Пусть чуть-чуть постоит, полминуты, и начну подавать давление. Все, начинаю подавать. Все, давление выровнялось. Там сейчас 8 атмосфер. Все, я на пистолет нажимаю. Так, ну я думаю, теперь нужно пауза, потому что вы со мной столько ждать не будете, а мне нужно присматривать. Поэтому при вскрытии этой шкатулочки я вас позову. 20 минут простоял он под давлением почти 8 атмосфер, где-то 7,5 было. И сейчас я понемногу стравливаю давление. Как в ноль упадет, будем открывать. Ну вот и пришло время развернуть эту адскую машину. Посмотрим, что там вышло. Давление я уже сбил. Вот такой у нас алюминий. Сейчас я вам покажу. В этот раз он намного больше отошел от стенки. Смотрите, он как отошел от стены заготовки. Посмотрим на вскрытие на операционном столе. Смотрите, насколько он обжался при остывании. Такого никогда не было без давления. То есть, сузился все-таки. И вылазит более-менее нормально. Края замяты. Сейчас вытащу, покажу. Вот так она теперь выглядит. После доставания. И смотрите. Третий раз плавлю в вакууме. И третий раз, можно сказать, в одном месте, какой-то излом получается. Но хотя он неглубокий. Я вот сколько протачивал. Тут 2-3 миллиметра, по-моему, снимается. И все нормально дальше идет однородно. Ну, от середины. Вот оно. В дну или к дну. Намного лучше выглядит. Посмотрим сейчас в станке. На станок пока внимания не обращайте. Я его тут модернизирую. Разбил бетон на передней бабке. И делаю теперь вот такой ящик. Разбивал для того, чтобы регулировать можно было. Потому что после установки нового суппорта, у меня оказалось, что он поперек точил конус. И теперь, у меня осталось только верхушку, крышку сделать. Ну и покрасить. Все, теперь точим. Нарезец тоже внимания не обращайте. Он у меня колотый, переколотый уже. И там, чтобы его до ума доводить, слишком много надо снимать. Поэтому по алюминию на меня. Все, поехали. Вд-шечки вперед. Рассматривать будем, когда уже пройду полностью здесь, с той стороны, и посмотрим, что сверху, что снизу, что на дне. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. так запомним сейчас где много проточена длинная это значит но сейчас я его переверну и поточим с той стороны а 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 так ну пока хватит сейчас рассмотрим ее а потом попробую кое-что еще сделать вот с виду красивая прям кажется отлично по моему даже после вакуума после дегазатора даже это после такой проточки были поры хотя вот она есть вкрапление может быть это сильно шлак-то и собирал но без дегазатора то есть шлак не поднимал вот а сейчас я его шлифую как смогу и тогда посмотрим уже точно будет видно какие тут поры сколько их и тогда еще раз покажу ну что я могу сказать после шлифовки блин получилось это не шлифована это то что было проточено смотрите вот оно дно шевелить камеру не буду чтобы рассмотрели вот это дно буду пересматривать на телевизоре может быть замечу поры но сейчас я на дисплее камеры пока не вижу ни одной поры и так рассматривал нету и вот как выглядит сбоку она пошли шлифовки тоже пор нет и хочу заметить что этот алюминий это вторая плавка обычного хозяйственного лома то есть это не моторный не какой-то там алюминий здесь и проволока и крышка крышка от кастрюли и там всякая хрень собрана я ее в прошлый раз один раз переплавил и вот сейчас второй раз переплавил не соды солью никаких флюсов никаких дегазаторов ну ничего просто расплавил вылил вакуум и давление а так как вакуум показывал что все равно поры есть не выходят получается сработало все таки давление надо будет попробовать только давление еще вот ручкой что получается как вариант под давлением плавить можно вернее выливать уже под давление это вроде как отлично получилось так она следующие недели я попробую вибрацию не знаю я думаю все таки ударной дрели хватит вибрации потарахтеть если пузыри от вибрации выходят то они должны выйти а уж через две недели за это время за две недели я постараюсь сделать какое-то подобие центрифуги и попробуем еще центробежные то есть выльем алюминий и раскрутим его посмотрим что это даст все вот на такой вот ноте сегодня радостный веселый я заканчиваю свое видео всем удачи пока здоровья давайте до новых встреч